В федеральных вузах России с начала года активно реализуется проект «Студенты ГТО». Известные спортсмены, видные бизнесмены и яркие медийные люди активно поддерживают студентов по всей стране и вместе осваивают нормативы ГТО. Проект направлен на формирование здорового образа жизни и популяризацию выполнения испытаний комплекса ГТО. Сегодня утром 3000 студентов Рязанского медицинского государственного университета вышли на зарядку на стадионе «Спартак». Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что мы сегодня единой командой нашего родного и любимого Рязанского государственного медицинского университета здесь. И мы сегодня вместе делаем зарядку. У нас сегодня такой большой праздник. Это зарядка традиционная. Мы уже 5 лет вместе с вами осенью традиционно вместе в любую погоду. Но самое главное, вместе одной командой выходим и подаем всем пример здорового образа жизни, командной работы и той теплоты, которая есть в нашем университете, есть в наших сердцах. Это не случайно. Лозунг Рязанского медицинского университета – вуз здорового образа жизни. Ректор вуза Роман Калинин, посол ГТО в Рязанской области. Сегодня будущие медработники занимались под руководством серебряного призера чемпионата Европы, победителя и призера международных турниров, чемпиона России подзюдо и самбо, мастера спорта России международного класса, воспитанника детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Юпитер Андрея Волкова. Очень приятно видеть такое количество народу. Один известный спортсмен сказал, что если мы не будем заниматься физической культурой, то мы устанем строить больницы. Так что надеюсь, что у нас будет самая лучшая медицина и самый лучший спортсмен и спорт в целом. Зарядка стартовала с презентации нормативов комплекса ГТО, после чего 3000 студентов приступили к выполнению упражнений с чемпионом, что оказалось не только полезным, но и весьма увлекательным занятием, превратившим рядовое будничное утро в настоящий спортивный праздник.